Майя, я думаю, что мы все очень рады, что ты оставила блю, что ты оставила блю, говорю, в этой программе, а на второй год катать ее, что ты ощущаешь, она стала, может быть, более как-то смысленной, как это смысл? Наверное, да, она стала более смысленно, и с каждым по-разному, с каждым прокатом я все больше и больше у меня появляюсь, потому что это прям музыка, которой я, мне кажется, мечтала всю жизнь, потому что кататься мягкая, мне очень нравится вокал, прям прям мое. Как трайм на аксе? Трайм на аксе, ну, подходим, можно сказать. Подходим, есть? Да. В этом сезоне ждем? Да. Что ждем? Завтра. Что? Завтра мы будем делать саппи в стол. Господи. Получается, хочется сейчас посмотреть, я буду ждать, да? Снова часа. Я помню, ты говорила, по-моему, как раз весной, что в прошлом году, да, тебе было довольно сложно выходить из курсезона. То есть, вы готовили вам форму, координация по ладам, как говорили, но сейчас, как удалось в это время пройти, какой-то сейчас готовности, и готовы ли ты сейчас вот так преодолеть? Ну, в прошлом году был карантин, не было долгое время тренировок, поэтому это очень сильно сказалось на состояние, но в этом году у меня было такого большого пожива, плюс я на край в отпуске все равно поддерживаю форму, поэтому сейчас немного легче, но и моя форма значительно выше, чем в прошлом сезоне. Поэтому я готова, короче. Четвертая штабильность, это получается? Ну, тупо стало стабильнее, то есть, я уже тренировка, но стабильнее делала, ну, сальхов, но чуть менее стабильнее, но все равно, да. Вот, аксель, это вот, сальхов, это вот те три элемента, которые можно сказать, как сделать ставку в течение этого сезона, или может быть большим? Ну, то, чтобы ставку, это просто, с этими элементами я могу за что-то бороться. То есть, дальше делаю чисто субботу. Ну, вот, за что-то бороться. Были какие-то мысли о том, что это сезон олимпийский, и тут предстоит важный арбор? Ну, я понимаю, что это все очень серьезно, а вот единственный шанс воспользоваться в течение этого сезона. Нестный шанс попасть в олимпиаду? Загадывать? Спасибо большое, удачи всем. Коллеги? Коллеги, кто? Видимо, что, какие мысли сейчас, какие эмоции? Да, все обычные мысли. Началась сезон, рада, что начала его здесь. Потому что, очень важно начинать сезон, когда у тебя столько людей, когда уходит публика. Это очень хорошо, что сейчас мы выступаем. Все здесь. И эмоции обычные, рабочие. Это моя работа выступать. И даже если есть ошибки, я ни в коем случае в данный момент не расстраиваюсь. Потому что это первый мой прокат. Такой в костюмах, с зрителями. И даже если сейчас были ошибки, в какой-то мере это хорошо. Вот. Конечно, лучше их не делать. Но, ничего страшного. Уходите дальше. Совсем беспокойно еще работаем. Можно сказать, пока только набираешь форму, да? Я всегда набираю форму. Очень поздно вхожу в форму. Всегда в начале сезона что-то не получается. Потом в итоге прихожу к хорошему результату. Ну, в общем-то, прошлый сезон-то мой пример. Что начала я сезон достаточно так. Не супер, не все хорошо получалось. А потом в итоге пришла к хорошей форме и показала хороший результат на чемпионате России. А в Канаде и в Америке планируете выступить? Эм, нет. Нет. На челленджеров планируете? Ну, сказать. Ну, если бы у меня была виза, думаю, я бы планировала. Но сейчас, да, но у меня тоже тяжело получить визу. Поэтому, к сожалению, нет. Может быть, какие-то усиления в плане контента планируются? Я думаю, что ближе к... Где-то на апреле я поменяю произвольную программу. Вот. Ну, немножко контент поменяю в программу. Это куда-то будет сложнее произвольное. Коротко все останется, да. Ну, как бы был выпуск, кускай, перечестный включился. Ну, просто я каждый день прыгала. Мне так оберенно внутри сейчас. Каждый день тренировала. Три-три. Ну, ничего. Значит, еще больше надо тренировать. Поэтому... Машина? Страиваться точно не будет. Ты сегодня переволновалась или, как говоришь, каждый день прыгала? Прыгала в плане тренировала. Ага. Получалась, не получалась. Получалась, не получалась. Но каждый день тренировала. Вот, десять раз. Вот. Ну, ничего страшного. Этот каскад никто не прыгает. У нас и девочки. Только одна я прыгала. Моя мини-фисочка, да. Скажите, в Челябинске где вы уже побывали? Куда ходили? Где гуляли? В Челябинске я уже пятый раз. То есть я много раз была в Челябинске. Это один из любимых городов России. И очень рада, еще раз повторюсь, здесь побывать. Побывала я в самом центре. Вот. Меня есть подруга волоктера. Она мне помогала, рассказывала про Челябинск. Ну, погуляли по центру. Выпили чашечку кофе. В центре города Кирова. По-моему, так вот. И погуляли по центру. Да? Да? У нас. Ну вот. Спасибо. Да. И думаю, что госпроизвольно еще гуляем вечером. Потому что Челябинск красивый очень вечером. Все светится. Думаю, что теперь гулять еще может призвать в программу. Сегодня еще день города. Может, у нас немножечко вот к этому микрофону пригодалось? Даша, ты первый взрослый прокат. Волнение было сильно? Нет. Волнение было, да. Но, наверное, это не потому, что это первый взрослый локации, а потому, что первый выход долгое время на лед. Ну и, в принципе, у меня ощущение сейчас не прокатов, а соревнований. Арена у нас в Челябинске, как на чемпионате России, а еще и не на чемпионате России. В принципе, эта арена мне безумно нравится. Она, наверное, даже моя любимая за все время. Поэтому очень приятная помощь там. Значит, ну когда уже тренировались? Ну, из-за травмы, когда он уже начал получать, я перестала его прыгать перед прокатами, чтобы увеличить. Вот. Сейчас уже намного все лучше, поэтому приедем, приятный поезд, я перестала его опять. Привет. Да, 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 да. Ну, что, только факт. А с вами как? Я пока больше акцент делаю на все, потому что он лучше получился. А по поводу Гран-при в США, ты находишься в Зарядке, да? А из-за, мы знаем, у тебя есть проблема, да? Вот, по поводу Гран-при в США. Как это происходит? Отлично. Я ничего вам сказать сама не могу. Ну, то есть, ты ждешь просто одновременно документов, пока я не получила, да? Ничего не знаю. Ира, ты сказала про соревнования, а у вас это соревнование для тебя, насколько важно, потому что вы уже конкурент, но соревнование там больше такая? Так как сейчас началось сделано, для меня очень важно показать свой максимум и не оказаться ниже себя ближе. Говоришь, что получался стройной такс, всегда гарантируем. Насколько он получался, то есть прям, ну, стабильно? Ну, я его уезжала, но пока не докрут, но он, в принципе, ровный, но не хватало его докрутить. А чего не хватало? Ну, я считаю, какой-то, я считаю. Даша, вам перед прокатываем, подали, кажется, и нажимаю. А с кем бы ты из партнершки про Сталину сыграл? Игра там коллективная, со всей группой был очень весел. Мы со всеми хорошо общаемся. Спасибо большое. Спасибо. 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 Ксения, ну мы очень рады вас видеть наконец-таки уже после этого перерыва в целый год. А расскажите, пожалуйста, что вообще случилось за это время? Почему возник такой большой перерыв? И главное, как вы сейчас себя чувствуете? Как вы готовы к этому сезону? Сейчас хорошо. Сейчас входим в сезон, начиная с прокатов. Это довольно-таки важно для меня стать, потому что давно не было такой большой аудитории в публике. Указать себя, вспомнить эти чувства, когда вступаешь на публику для запятителей. Это очень важно. Сейчас. По поводу прыжкового набора, то есть у вас был тройной аксель вы учили, да и пытались четверной тоже. А как сейчас с ними дела обстоят? То есть в какой они готовности? А с акселем как дела обстоят? Акселем пока наработки. Аксения, вы заявлены в США на гран-при. Ну мы знаем, естественно, что с визами у сборной в принципе есть проблемы определенные. Вам как, вы знаете, в принципе у вас виза сейчас есть или как это все сейчас происходит? И как работа в этом направлении в лице? У меня вообще виза есть. Я успела ее получить, еле покрыти. В общем, когда было достаточно получить визу. И сейчас просто все. По соревновательным планам до гран-при есть уже какое-то понимание, куда хотелось бы съездить? Может быть, уже подождено все что-то? Пока самого плана нету. Сейчас закончатся аппекаты. Будем любить снять. Вов, как вы себя чувствуете в компании самых лучших в мире девочек? Поскольку это ответственно, опасно, серьезно. То есть, думаете ли вы об этом вообще? Это очень лично ответственно. Мне очень нравится быть на одном уровне с ними. Ты чувствуешь большую ответственность, конечно. Но в то же время очень интересно наблюдать за ними. Как они катаются, прыжки, как они саппал, вообще. Очень интересно. Что самое интересное получилось наблюдать? Ну, самое главное, очень рада видеть вашу тройную аксель в добром здравии. Он вернулся окончательно уже? Нет. Сейчас в прокате не получился особо совсем. Но я не особо расстраиваюсь, потому что я первый раз, наверное, выхожу на прокат с такими тяжелыми и сложными элементами. Практически максимальным контентом. И я знаю, зачем мы теперь, чем больше мы будем работать. А планируете возвращаться к набору из трех тройных акселей суммарно в двух прокатах? Или это пока очень смело? Произвольным программом я могу сказать, что 90% в районе, потому что у меня только один тройный аксель. Наверное, сейчас стоит указать программу. Потому что программа будет устроенная. Чтобы, если вы не смогли обсудить, посмотреть, что пока, причем программы, и указать на них в длине доработки. И что следует будет устроить. Сейчас мы пока с тринерами решили, что идем на кадр в трех тройных акселях. Удалось уже понять, почему так долго не удавалось восстановить тройный аксель? Самое чистое время я на шоу. И было даже видео. Там было два. Но это было не приемлемые попытки. Я могу сказать, что я была докручена. После этого я взяла на отдых. Две и три недели. Естественно, все начинаем заново. И теперь вот заново восстановлю. Даниил Маркович говорил, что проблема вашего тройного акселя в голове, а не в теле. Это что имелось в виду? Ну, имелось в виду, что я не всегда могу составить себя пройкать. Если я чувствую, что... Ну, я не чувствую, а такого рода, или вялы, или еще что-нибудь такое, я не могу, скажем так, позволить венить в этот дружок. Потому что, если я в него пойду, я не сделаю ничего адекватного. И есть риск травмы. Ничего я совсем не хочу. Травмы – это заново восстановлю. Пропуск соревнований. Пропуск времени, которого и так очень много. Алина, а вы сейчас в свое физическое состояние... Оно наверняка не стопроцентное, да? Может быть, можно там в процентах, не знаю, оценить. Довольна? Ну... Сегодняшний год, скажем так... На сто процентов, как они дотапы, ни разу, можно идти на 75. Угу. Потому что всегда есть какие-то шарфоватости, какие-то работки, которые не сравнят на полусы. Алина... А сегодняшний прокат конкретно... Наверное, был процентов на 50. Угу. Алина, извините, вы просто год назад, я помню, как вы на прокатах, ярко, как вы умеете, говорили о переходе от Этель Георга Евгении Викторовичу. Сейчас давно с вами просто не виделись. Можно ли вас спросить о таком же анализе, если так вот вы... Знаете, я вот... Что изменилось, что вы... Один раз сказала, и очень сильно пожалела. Ага. Теперь я буду молчать. Ну, хотя бы там, как изменили вас... Ну, вас там, полгода последние там... Полгода последние все изменили. Ну, где-то сильно, в каких-то местах не сильно, скажем так... Ну, дисциплинированности у меня особо не прибавилось. Потому что... Потому что... Ну, вот потому что... Ну, я очень стараюсь как-то соответствовать опросу простого спортсмена, осмысленно неровно приходить, с чем-то ставить задачу, выполнять эту задачу. Стараюсь. И, естественно, тренеры мне об этом помогают. Каждый день по-разному, но помогают. Они тоже замечают, что вы не стали более дисциплинированными. Об этом как-то говорят вам, да? Ну, иногда бывает, что... Да, вот, отернут. Терернут сразу, что... Внимательней. Танила Маркович еще тоже всего может сказать немного. Могут и как выгрызть, если не получается. И в чувства привести могут. Нет, это всегда разные. Разные всегда слова. Но... Они мне очень помогают. Алена, вот чем это? Мне игрушка нравится. И где все игрушки, свои любимые планеты? Две игрушки? Это единорог. Волшебное животное. Какое-то большинство вести в жизнь. Да. Плюс она связана с программами позапрошлого сезона. Связана с соревнованиями позапрошлого сезона. И я могу отметить, что единорог это больше не тяжелый единорог. Я вас скорее представляю как из сериала «Сверхе с детства». Алена, ну ваш блюз это совершенно просто огнище, могу так сказать. А Даниил Маркович когда комментировал в эту программу, он сказал, что Алена получила тот блюз, который так давно хотела. Можете немножко предысторить? Когда у меня была музыка, я не знала, на которую из них я хочу. Потому что ты слушаешь много вариантов, много вариантов этого блюза. И в некоторых случаях слушаешь, слушаешь. И в конце, после десятого, слушая эту музыку, ну вот, она начинает выглядеть. А этот плюс, как-то так, мне бы послушать была Диана Дэвисман. Я отправила ссылочку прямо на WhatsApp. И она, как-то мы прям обе предупреждали. Мы послушали, она меня спросила, Елена, поем ли мне, то есть я ее. И просто два одинаковых сообщения в содержании. Это просто бомба, это вообще вау, это супер. И когда я его слышала, уже когда я начал ставить, я поняла, что это то, что я прям очень давно хотела. Елена, извините, а можно завершить тем, какой-нибудь последний вопрос, чтобы понимать? У вас вот с Евгением Викторовичем, с Сергеем Викторовичем не было контактов после этого ухода? То есть или вы как-то, может быть, подводили итоги, не знаю, все-таки, созвонились, не знаю. Ну, я приходила на ТОК, ну, в аргенте у мужчинка, который, вот, условно. Угу. Я приходила и к Евгению Викторовичу, и к Сергею Александровичу, и Аня Александровичу, и Аня Александровичу, и Аня Александровичу. Ну, Игорь, даже не уйду, поэтому мы общались с Яной Александровичем. Мы уехали на букет, мы закончили на хорошей работе. Ну, то есть никаких вопросов, никаких архитекторов не осталось. Никаких финансовых вопросов тоже не осталось, извините, просто это понятно. Дана, такой вопрос. Как изменились и изменились вообще ваши отношения с Академ Викторовичем, или относительно того, что было до утра? Мы решили, что то, что было от вас, то прошло. Мы не будем возвращаться к этой теме. Мы идем дальше. И вот я приняла дальнейшее соревнование, дальнейшее моим флигерам. Я не боюсь зайти в пыжок, я не могу себе позволить зайти в пыжок, если я чувствую, что я полностью к ним не готова. Мы решили, что мы решили, что мы решили. Кравмы, этот корпус, мы не обременили, этот корпус взаимнований. Это заново все восстанавливать. А у меня его, у меня время не очень мало. Алена, а где игрушки храните? Кто-то вопрос был, да? Дайте человеку игрушку просто. Нет, где вы храните игрушки дома? Я, кстати, люблю все игрушки. Стараюсь то, что остается раздавать. Я раздаю их детям в котке. Они всегда очень рады детям, которые у нас в котке. То есть это младшая группа, самая маленькая, там 6-7 лет. Они, естественно, очень рады игрушкам, потому что что еще можно дарить в целом возрасте. Самые памятные, самые ценные, лежат либо в сложе, либо на камине. Но где-то всегда у меня рядом. А сколько их самых ценных? Сколько их, примерно 10-20? Ну их штук 10. Подарки, какие-то близкие. Или какие-то очень памятные игрушки наподобие игрушки. Мы не платим ему так, что есть, за что даримая. Спасибо большое. Спасибо. Лиза, ты была уже на прокатах в Санкт-Петербурге, сейчас здесь. Как ты можешь сравнить свои выступления? В чем тебе размах, в результате, чтобы было путь? Ну, в целом, я думаю, что прокаты были, в принципе, довольно сильные. Но здесь публика, как я уже ранее сказала, я как-то по-новому эту программу почувствовала. Особенно мне понравилось ее катать, мне понравилось выступать, потому что мне она так нравилась. И я боялась вдруг, это только мое ощущение. Но иногда я когда вышла и публикацию встретила, мне показалось, что это, возможно, именно то время есть. Программа, которая достойна. Я не знаю, что это было, короче говоря. Поэтому, единственное, я сделала КСК 3.2 вместе с 3.3. Хотя лодз был такой же, я решила просто не рисковать и сделать 3.2, чтобы лучше почистить рабочий прокат. Потому что на прокат это открытое контрольное. Важно показать свои программы, дорожки вращения, образ в целом. Лиза, как Вы ощущаете свои силы в начале любезного сезона? Это очень важно Вам. Мы начали наказывать программу очень рано и сезон пошли довольно рано. В целом, у нас развивается сезон этот довольно хорошо, прогрессивно. Не только меня это касается, это касается всей нашей группы. И мальчиков, и девочек. Поэтому мне нравится темп, в который мы идем. Поэтому надеюсь, что мы будем его только набирать. Потому что сейчас многие находятся уже в той форме, в которой находились в прошлом году, через несколько месяцев. А сейчас уже закончились. А теперь это связано? Это потому, что по-другому Вы по рамке начали или что-то изменились в перемотном процессе? Я думаю, что следствие прошлого сезона сказывалось на это. Все-таки второе место на чемпионате мира тебя подстегивает и вдохновляет, как я еще говорила после чемпионата мира, что я на этих эмоциях хочу продолжить. И у меня было просто желание. И мне хотелось уже с самого начала оттачивать программу, кататься, прыгать. И когда есть желание, когда есть настроение, всегда процесс идет намного легче и намного прогрессивнее. Поэтому, я думаю, это связано просто с тем, что мы работаем, а нас не заставляет идти. Извините, поправьте меня, если я не прав, но есть ощущение по форумам, по сетям, что за Вас многие болеют, но скажем так, многие понимают при этом, что Вам будет очень тяжело отобраться на Олимпиаду. В том числе, потому что, скажем так, разнообразие школы изменилось перед этим сезоном. То есть, шесть человек, по сути, против Вас из одной школы борются за эту олимпийскую путевку. Вот это как-то повлияет? Повлияет ли то, что все Ваши соперницы, они фактически в одной школе подстегивают друг к другу? Я не знаю, как это может влиять, потому что я не распределяю соперниц на Олимпи, я распределяю соперниц только не как идей в этот день, как идей в этот свет, поэтому на меня это не давит, особенно, когда... Спасибо большое! Удачи завтра! На самом деле, ехалась очень легко, скорее всего, это от присутствия зрителей, потому что прямо чувствовала огромный прилив сил, и в целом всю программу прям ехала намного легче, чем обычно на тренировках. Надя, понятное дело, что готовность не полная, это из-за травм. Понимаем? Можешь немного рассказать о том, что произошло? Потому что была информация, что ты что-то снимала в ТикТок и так все получилось. Странная информация. Ну, это произошло действительно вне тренировок. Абсолютно глупое стечение обстоятельств. Очень обидно было тогда. Из-за этого пропустила просто... Время немного потеряла. Пропустила, считай, сборы в Новогорске. Начали готовиться к сезону уже в «Фрустальном». Там ставили программы и старались с тренерами в экстренном режиме, скажем так, накатывать программы, чтобы сюда я приехала уже в виде, в котором не стыдно было бы показать мне и программы, и в целом все. А сейчас... Как сейчас себя чувствуешь? Не мешает ли травма? Например, четверные профессии? Была информация, что после его тренировок, что их вроде как не было? Пока я сюда приехала, да, с тройными прыжками. Но я надеюсь, что с каждым моим появлением на льду я буду сильно прогрессировать. На данный момент мы подготовили такой вариант, чтобы выступить здесь. Но короткая программа, конечно, могла проехать лучше. Каскад и на шестиминутной разминке очень хорошо получался. Это уже полностью моя ошибка была в прокате. Если говорить в целом по сезону в перспективе, сколько четверных для тебя будет оптимально? Потому что Данил Маркович говорил где-то еще по прошлой весной, что в этом сезоне выступлений меньше, чем за двумя. Не может быть и лечиться так. Ну, учитывая это, я загадывать сейчас не буду. Я буду просто на тренировках максимально работать. И сколько я смогу себе позволить, столько и будет в моей программе. В прошлом сезоне ты говорила, да, ты была главной звездой группы в осажденном тропе. И ты говорила, что это в некоторой степени мешает выступать, потому что это полноценная ответственность. Ко всему привыкаешь, на самом деле. Возможно, вначале мне так казалось, потом привыкаешь к такой атмосфере. И на соревнованиях, выходя на лед, все-таки уже настолько думаешь о своем прокате и своих прыжках, об элементах, что не задумываешься о том, сколько человек в группе катается. Поэтому это просто рабочий процесс внутри, а на соревнованиях это уже никак в целом не влияет. В прошлом сезоне мы тебя спрашивали, да, что ты чувствовала, когда вернулся Женя Медведеву. Сейчас понятно, наверное, куда без этих вопросов. Какие эмоции испытала, когда увидела Алену в констане сперва, а потом Сашу? Там наоборот. А нет, да, все правильно, да. Ну, конечно, в монете, когда узнавала об этом, много было эмоций, потому что невозможно спокойно отреагировать. Это интересно мне точно так же, как и любому зрителю со стороны. Интересно наблюдать с этим. А так, в целом, продолжили работать. Конечно, немного это меняется, это уже ближе к тому, что было у нас раньше. Привыкли быстро, каждый работает по-своему. Это, конечно, подстегивает, когда конкуренция на тренировках есть, но в целом у каждого свои задачи, свои цели, продолжаем работать всем. Ты заранее знала, что девчонки возвращаются? Рядом от тебя таким на сюрпризом логали для нас? Да, когда узнавала, все равно это было сюрпризом. По-разному узнавала, иногда раньше. Извините, я пускала, что интересно со зрителем. Ну, про зрительство данное смотреть. Был ли вариант присоединиться к этому движению не в роли зрителя? У меня своя дорога, и у меня все шло по плану, никаких изменений не планировалось. У меня никаких изменений не планировалось, все по плану пошло. А с вами не советовались перед возвращением? Это было бы странно. Тренировки, что ли? Нет. Ну, это, наверное, меня не должно никак касаться, в плане того, что я как тренировалась, так и должна продолжить тренироваться. У меня никаких изменений. А нет ли какое-то чувство ревности, что ли, к тренеру, что теперь у нас стало больше, внимание более рассеянное? Нет, так всегда было, так мы тренировались до этого, поэтому, конечно, такого нет. Ну да, напоследок, раньше ты говорила в прошлом сезоне, что для тебя будет мечтой, чтобы Чемпионат Мир состоялся, он состоялся. Почему нам все очень рады? А о чем ты мечтаешь на этой цели? В прошлом году я это говорила, когда уже, наверное, это было ближе к моей цели, это скорее не мечта, а цель больше, наверное. А в этом сезоне пока еще мне рано об этом говорить, пока у меня еще такой, я вхожу в форму, хотелось бы, на данный момент хочется как можно быстрее прийти в оптимальную форму, вот, а дальше уже, исходя из этого, ближе к соревнованиям будут другие цели. и формироваться. Анна, еще один вопрос. Сейчас сказали, если правильно поняли, вы говорили на встрече с номинатором. О чем беседы? Благодарили за то, как у нас организуют эти прокаты. Также он делился впечатлениями от просмотра наших программ. Так, в целом, душевно поговорили все. Такие же, как и были, в целом, дружеские, хорошо общаемся. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ты себя сегодня чувствовала на ряду? Довольно спокойно. Опять, выходить на Челябинскую арену со зрителями, это, как всегда, хорошее чувство, потому что они все время поддерживают. И как ты, вот твой прокат, как ты реакцинила их? Немного все можно было сделать получше, а так, все в целом, я очень рада, что я сделала максимально, как могла. Но всегда есть к чему стремиться, и это только начало сезона. А что поможет? Все очень хорошо помыть? Все понемногу, все можно улучшить. Стамила, я правильно понимаю, что это платье на шоу? Это окончательный вариант? Нет, это просто напрокат. Скажите, пожалуйста, про выбор коротких программ, про музыку. Как? Почему такая? Дадил Маркович включил музыку, мне показалось, что это немного похоже на Шторм. Но он сказал, что он тоже, когда услышал, подумал, что тоже, что это похоже на Шторм. Но он сказал, что эта музыка намного взрослее. Так как, если мы выходим на взрослый уровень, надо кататься более взрослым. Камила, на поводках от Шторма, была такая информация, что детской якобы Эли Кретфорд не дал разрешения на использование на второй год этой музыки, поэтому пришлось мне. Я не знаю. Об этом ничего не слышал. А какой тебе образ для этой программы? Я как в саду бегу за бабочкой, ее ловлю, отпускаю и следую за ней всю программу. Я это представляю как мечту, за которую ты тянешься, которая тебя зовет за собой. Когда в конце я ее ловлю, одна моя мечта сбывается. Ребята, давайте последние два вопроса и отпустим. О, нету? Отпускаю? Отпускаю. 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 Произвольный, Саш, спрошу. Все-таки Круэлла, опять же, это такая героиня спорная, она была живодерной. Знаешь? Да. Но в фильме из... Собачница и Круэлла. Как это получилось? В фильме, из которого саундтрек, она не живодерка. Она один раз сказала, что получилась бы хорошая шубка из ломатинцев. Но в итоге она сделала просто, ну, вид такой, не убила животных. Но у нее там в конце пять собак. Так вы? Сантрек, извините, я давно просто с вами не виделись. И я просто помню, что каждый день я задал вопрос на шпете мира. Все помните? Как бы останетесь ли вы Евгений Викторович Плюшенко? Вы сказали, что будет на вас все устраивать. Вот. А через месяц произошло то, что произошло, все знают, да? Да и вот. Можете рассказать, что произошло за этот месяц? Что поменяло ваше мнение? Вас с кем-то советовать? Можете про это рассказать? Я решила, что, наверное, надо вернуться. Все-таки мне привычнее выступать с Тарей Георгиевной и тренироваться. Вот. Решила, что так будет лучше. То есть инициатива от тебя исходила? Конечно. Я просто себя решаю всегда я и никто не может мне ничего сказать. Как отреагировала Этер Георгиевна, когда мне обратилась? Как мы говорили, я пришла на тренировку и все стало как было раньше. Съедем это еще нормально? Остались, не знаю, букеты, все было? Остались какие-то недомоги? Нет, все нормально. Да, конечно. А он как отреагировал? Удивился? Вроде бы нормально отреагировал. Саша, ты говорила, что после чемпионата мира хотела спросить у Виктора Викторовича, но в какой момент пришло осознание, что пора что-то менять? То есть уже после чемпионата мира как бы села и подумала, как это у тебя, эта мысль к тебе в голову проникла? Ну, конечно, после чемпионата мира я, конечно, думала, как будет длиться следующий сезон и решила, что лучше будет так. То есть для тебя чемпионат мира стал скорее неудачей, ты вот так его воспринимала, да? В чемпионат мира, конечно, неудачей, потому что я на тренировках каталась всегда чистая и, ну, получилось так. Спасибо большое. Спасибо, Саша.